Инвалидность Я очень рад, что в этот раз мы проводим в Казани форум в пятый раз. У каждого конгресса есть своя тема. В этот раз это принятие. Почему же именно принятие? Каждый человек хочет быть принятым всеми, кем-то в обществе, и особенно это касается людей с инвалидностью. Общество тяжело принимает их, а мы хотим это изменить. Программа первого дня выдалась насыщенной. На конгресс было заявлено более 70 человек из разных регионов России. Были представлены музыкальные и театральные выступления, преимущественно на философские темы. Это мероприятие предполагает участие людей с инвалидностью в образовательных и творческих площадках, на которых учатся взаимодействовать друг с другом. Концепция очень правильная. Изменение отношения общества к людям с особенностями, как следствие повышения их качества жизни. Пятый российский конгресс людей с инвалидностью – важное общественное мероприятие. На нем учат принимать себя таким, какой это есть. Работа в Казанском университете с людьми, которые имеют какие-то особые возможности здоровья, всегда ведется очень активно. И в первую очередь она ведется активно в области оказания им реабилитационной помощи. Дело в том, что у нас в Казанском федеральном университете есть клиника, есть научно-клинический центр прецизионной регенеративной медицины, где есть разные отделения, в рамках которых людям оказывается помощь. Так, например, есть отделение двигательной нейрореабилитации, есть отделение видеоэгэмониторинга и вот отделение наше – это центр патологии и речи. Для студентов с особыми потребностями в КФУ создается доступная среда. В ВУЗе предусмотрены все необходимые специальные условия для проведения вступительных испытаний, посещения учебных занятий, процедуры государственной итоговой аттестации, международных экзаменов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Кроме того, в Институте филологии и межкультурной коммуникации, пожалуй, в одном из немногих готовят специалистов по направлению русский жестовый язык, теория и практика перевода. Запрос на сурдопереводчиков в обществе очень высок, потому изучению жестовых языков надо посвящать больше времени. Студенты получают уникальные знания и навыки, которые позволят им работать в организациях здравоохранения, социальной сферы, инклюзивного трудоустройства и HR-службах, отвечающих за взаимодействие на предприятии. Во-первых, мы сейчас запустили и реализуем программу бакалавриата по русскому жестовому языку. Наверное, для народа более привычное слово сурдопереводчик, но, вообще-то говоря, правильно ее называть программой по подготовке переводчиков с русского жестового языка. И эта программа у нас уже идет второй год. Надо сказать, что она очень хорошо работает и что наши студенты второго курса уже принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проводит Татарстанское отделение Всероссийского общества глухих. Мы находимся в тесном взаимодействии с Всероссийским обществом глухих и с Татарстанским отделением. И у нас работают преподаватели, носители языка, то есть практику у наших студентов ведут носители языка. Это так же, как, например, практику по английскому языку ведут носители английского языка. Соответственно, носители русского жестового обучают наших студентов. Это социокультурное событие, в центре которого люди, их потребности и роль в обществе. На начало 2023 года в России было учтено почти 11 миллионов человек с инвалидностью, что составляет 7,5% от общей численности населения страны. Из-за многих социальных и физических сдерживаний проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья порой кажутся малозаметными. Однако участники Конгресса из года в год доказывают обратное. Они намечают цели, ставят задачи, выполняют. А главное, живут полной жизнью, ведь для этого не нужно особых причин. Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Александр Кузнецов. Универ Новости.